Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о такой достаточно серьезной теме, как сифилис у детей. Ну, вообще, сифилис у детей, здесь, возможно, два варианта. Вариант первый – это когда ребенок родился здоровым и получил уже в процессе жизни сифилис. Отправил это сифилис бытовым путем передали. В таком случае возникают все те признаки, которые характерны для сифилиса взрослых. В месте внедрения может формироваться первичный шанк, это твердая язва, увеличиваются лимфатические узлы вокруг этой язвы в зависимости от места внедрения. Затем постепенно данное заболевание приходит во вторичный период, когда формируется на теле в области живота, груди, красные пятна, иногда это папула, то есть уплотненные узелки в области ладони и подошвы. Ну и затем постепенно формирует через много лет уже третичный сифилис ближе к взрослому состоянию. И более грозную картину представляет из себя врожденный сифилис. Опасность его в том, что мама, если заразилась уже в период беременности, когда реакция еще не успевает стать положительными, тогда ребенок может родиться уже с врожденным сифилисом. В этом случае у него развивается достаточно характерная и неприятная симптоматика. Во-первых, ребенок, как правило, очень мало весит, несмотря на, вроде, казалось бы, нормальное развитие. Во-вторых, у него развивается кератит. Это такие пленки на глазах, это воспаление области глаз. Также, как правило, череп такого ребенка увеличен, в нем видны роднички. Это такие углубления в определенных местах. Живот тоже, как правило, увеличен, но это не из-за жировой ткани, а из-за увеличения печени и середенки, где накапливаются возбудители сифилиса бледной трепанемы. В дальнейшем ребенок из-за отсутствия подкожно-жировой клетчатки напоминает такого старичка, то есть кожа сморщенная. Выглядит он гораздо старше своего возраста. Ребенок в это время, во время такой инфекции, естественно, мало спит, постоянно кричит, беспокоен. Ну и, соответственно, у него очень мало выражена подкожно-жировая клетчатка. Постепенно болезнь нарастает, появляется температура, общие явления. Конечно, здесь очень важно не допустить момент вот этого развития сифилиса дальнейшего и перехода его в то состояние, когда он вообще полностью не лечится. Затем, постепенно нарастают такие симптомы, как глухота, отставание в психическом развитии. Малыш не набирает массу тела. Ну и при прорезывании зубов формируется недоразвитие эмали с такими отверткообразными зубами или с зубами гитченсона. Также достаточно характерно розовое и красноватые пятна в пяточной области. Ну и если сифилис и дальше не лечить, игнорировать его симптомы, не замечать, то уже формируется большущий дефицит массы тела, ребенок перестает даже ползать, развиваются пролежни и это уже, конечно, необратимые изменения в организме ребенка. Если есть подозрения в любых вышеописанных симптомах, лучше обратиться к специалисту, венерологу, сдать анализы крови у ребенка на различные сифилистические реакции. При необходимости диагностики и лечения сифилиса у детей обращайтесь к грамотным венерологам кожной ежики и диспансеров. Спасибо за внимание.